Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня для тех, кто ждет Dark Envoy, хороший день! Кто не знает об этой игре, я говорил в своем ролике 10 ожидаемых RPG, для удобства подсказка вверху. Так вот, Dark Envoy делает польская студия Event Horizon. Они описывают игру, как смесь Dragon Age, XCOM и Divinity. Разработчики говорят, что изучать локации можно будет свободно, подземья будут генерироваться случайным образом, базой послужит корабль, сражения будут пошаговые. Я игру жду и в игру верю. Но сегодня не о ней, сегодня мы поговорим о предыдущей игре студии, под названием Tower of Time. Игра сейчас стоит 475 рублей в стиме, весит 10 гигабайт. Из 1710 отзывов в стиме имеет оценку очень положительную, доступна в нашем регионе и есть русский язык. На метакритике игра получила оценку от критиков 77, от пользователей 7 и 9. Я не растерялся, игру как увидел купил, налил кофе по-ирландски и сел играть. Вам же советую запастись провизией и немного уделить внимание этому ролику. Итак, игра вышла в 2018 году. Давайте я вам быстренько расскажу, что в ней есть и что она предлагает. А если вас что-то зацепит, то можете смело брать и сами распробовать предыдущую игру разрабов. А потом, когда выйдет Dark Envoy, сравнить, прогресс у студии или регресс. Игра встречает нас дешевеньким синематиком, но с прекрасной озвучкой и хорошим музыкальным сопровождением. В игре 5 уровней сложности. Я пока поставил 4, разработчики обещают, что враги будут жесткими и непредсказуемыми. Всем советую начинать с 4. И тут немного веду вас в курс дела. Обычный фэнтезийный мир Артара постиг катаклизм. Климат стал жестче и люди борются за выживание. Вы начинаете свой путь мальцом, находите древние руины с троном, но неизвестный голос говорит вам, что вы избраны и явились рано. Связывает вас духовно с этим местом и просит вас вернуться сюда позже, в более взрослом возрасте. Что вы и сделаете. Но не думайте, что вам придется опять играть за избранного. С одной стороны, да. С другой, вы будете восседать на троне, а ваши верные рыцари или герои, называйте их как вам удобно, будут выполнять задания. Спойлерить я не буду, вдруг кто-то не играл. Просто знайте, что всю игру вы будете находиться в большой огромной башне, а задача рыцарей будет добраться до самых глубин этой башни. Дело в том, что вы уверены, что секреты, хранящиеся в этом месте, помогут спасти планету от катаклизма. И здесь, ребята, начинается самое интересное. Я перечислю плюсы игры, которые мне понравились и потом минусы, которые могут стать главным фактором не играть в игру. 1. В игре средняя, но приятная графика. Локации насыщены разными интересностями, повсюду записки, статуи, где вам расскажут подробно, что тут как. Встречаются интересные истории, головоломки несложные, но в то же время сделанные с умом. Интерактива немного, но он есть. Привычные сундуки, разбросанные Галде по локации и кристаллы. Часть сюжета подается через найденные книги, где вам покажут синематик и расскажут, что тут вообще произошло. В общем, ходить и бродить интересно. 2. Герои комментируют то, что видят. Не просто болванчики. У каждого свой характер, каждый смотрит на вещи по-своему. Можно ознакомиться с биографией героя, прочитать кто есть кто. 3. Система прокачки рыцарей и хаб. Ух, тут напичкали все от души. В игре 7 героев, вы будете открывать их по мере прохождения, нанимать или создавать никого нельзя. По сути, все 7 рыцарей это типичные представители жанра РПГ. Танк, хиллер, маг, лучник и так далее. У каждого рыцаря можно прокачать силу, скорость, мастерство, здоровье. Одевать его, обувать его, находить разную бижу, находить ему новое оружие. Экипировка визуально в игре не меняется, а вот оружие меняется. Нашли молот, будет молот. Нашли меч, значит меч. Каждый герой имеет 8 разных скиллов, но в бою можно использовать 4. Скиллы полезные, разные их можно комбинировать со скиллами других рыцарей. В игре предусмотрена система отношений рыцарей к вам. От ваших решений рыцари будут получать либо баф, либо дебаф. Это может быть либо плюс к броне, либо минус. Плюс к скорости атаки, либо минус. Хаб, или правильно сказать город, состоит из башни, где проходят ваши основные задания. Из форта, где вы одеваете, обуваете рыцарей и читаете их биографию. Из башни магов, где живут ваши герои и маги. Из библиотеки, где отображаются все найденные записки и дневники и показывается основная миссия. Также в библиотеке есть бестиарий, мое почтение это сделано великолепно. Вы можете прочитать описание врага, узнать какими умениями он обладает, посмотреть его урон, здоровье, броню, пробивание физброни. Посмотреть его слабые стороны, к чему он имеет больше сопротивления, а какой стихии уязвим. В игре предусмотрены стихии огня, воды, воздуха и пустоты. В общем, за бестиарий спасибо. Далее у нас казарма, где вы будете тренировать своих рыцарей. Времени в игре нет. Все, что вам нужно, чтобы поднять уровень ваших рыцарей, это голды, основная валюта в игре. А также вам понадобятся чертежи. Пример, вы натренировали своего рыцаря до 4 левела. Чтобы качнуть его до 5, надо найти специальный чертеж, оружейный. Прокачать оружейную и уже потом вы сможете за голды качнуть рыцаря. Такова вот экономика и механика. Поэтому голды вы будете искать по всей локации. Кузница. Еще один важный объект. Вы можете создавать предметы, улучшать предметы, зачаровывать предметы. Для этого вам понадобятся кристаллы. Кристаллов в игре 3. Зеленый, синий, фиолетовый. И следовательно, они способствуют созданию предметов разного качества. У предметов есть уровень. Ненужные предметы можно разбирать. Также в игре есть реликвии оранжевого цвета. В общем, тут можно залипнуть надолго и разбираться с этим интересно. К тому же, все интуитивно, понятно и просто. Кстати, для каждого рыцаря есть свои предметы. Лучник не может быть в тяжелой броне, защитник, естественно, не может быть с луком. Таковы правила. Боевка. Что тут сказать, разработчики поступили хитро. Они не стали режиссировать бои и придумывать для них сюжеты. Бои начинаются с того, что вы подходите к пачке мобов вам покажут против кого вам придется сражаться. Для каждого боя вы можете собрать нужный отряд. Так как в игре нет привычного получения опыта, а все решает галде. Вы можете одним отрядом фармить золото, а другим качать слабых героев. Это дает возможность бегать разными героями. В бою два режима. Поставить игру на полную паузу и раздавать действия или замедлить время и раздавать действия. Время замедлять лучше. По сути, бои состоят из арены. Ваша задача отбить волны врагов. Вверху будет показана шкала, как долго вам надо еще продержаться. Враги не сказать, что умны, но за счет того, что появляются с разных сторон и используют разные умения, поставить танка вперед и обстреливать дальниками не выйдет. В бою то и дело вы будете спамить замедление времени, менять позицию, кайтить врагов и пытаться убить всех быстрее. Потому что вас могут застать врасплох. Есть бои как с обычными врагами, так и бои с боссами. Боссы разные, попадаются душные, имеют несколько стадий и могут дать по лицу. Отряды нужно подбирать правильно и скиллами пользоваться с умом, потому что у скиллов есть кд и мана не вечно. Также иногда вас могут поймать в засаду, запереть вашего одного героя и ваша задача будет разбить клетку и победить всех врагов. По итогу бои мне понравились, когда я остановил стеной топор, летящий в моего лука и я понял, что вид годнотой. И тут я вам рассказал о плюсах игры. Многие, кто пропустил игру, начинают подумывать купить её, но нет, давайте теперь послушаем минусы. Игра не РПГ. Сюжет катится по рельсам, по сути игра это один сплошной данж в башне. Но если вспомнить недавний шедевральный амулет хаоса, то там харизма героев, юмор и текст был написан хорошо и озвучен. Здесь же герои немы, голосов у них нет, есть только текст. Каждый этаж башни большой имеет много путей, которые ведут в никуда, вы бегаете и бегаете, ищите что-то интересное. Квесты в основном заключаются найти ключ, рычаг, активировать руны, найти амулет, чтобы ослабить босса. По итогу ждать отыгрыша в этой игре не стоит. Есть основная задача, вы идете к последнему этажу башни. По пути встречаются NPC, которые вам расскажут и добавят пару механик игры. По пути к вам присоединятся герои, ваша задача лишь комбинировать их, качать и одевать. На этом все. Также один большой минус – игра линейна не только в сюжете, но и в прокачке. И речь не о том, что вы не можете менять навыки, собирать разные билды и подбирать правильное оружие. С этим тут все годно. Речь о том, что у каждого этажа есть потолок по прокачке. Вы не можете найти чертеж оружейный раньше времени. Поэтому перекачать перса нельзя. Вы не можете где-то найти рецепт легендарного снаряжения и зачаровать его раньше времени. Вы будете находить все так, как предусмотрели разработчики. Хотя лут в игре выпадает рандомно. Для меня, в принципе, это не проблема. Я понимаю, почему так сделано. Для других это может быть фактором не играть в игру. Еще одна проблема – бои могут приесться. Из-за того, что их много и постоянно приходится убивать много врагов, а на этаже враги все по сути одинаковые, а этажей в игре десять, и есть вероятность, что вы бросите игру на полпути. К тому же на каждом из этих этажей есть противник, который вам пока не по зубам, поэтому придется возвращаться на ранее исследованные этажи. Еще один минус – слабенькие анимации и эффекты, и что больше всего меня зацепило – это плохой звук самих эффектов. Вы стреляете разрывной стрелой, но звук слабый, неотчетливый. Я любитель хороших звуков, например, в недавнем Короле Артуре звук был великолепный. Но несмотря на это все, если подойти к игре как данжу, то она сделана с душой. История интригует, качать героев и находить лут интересно, графика приятная. Мне интересно читать и переговорки героев. Если от игры ждать РПГ и отыгрыш, то это явно мимо. В любом случае мне игра зашла, я рекомендую. Стоит она недорого, если хотите убить время, то самое то. Любители качать и одевать героя, комбинировать разные скиллы, найдут здесь все, что им надо. Есть еще система испытаний в игре, тут вы можете потренироваться, поднять немного голды и протестировать навыки. И для тех, кто играл в Артура. Травм у героев нет. Костров в игре нет. Герой может спокойно погибнуть в бою, его не надо лечить. Если умрет весь отряд, будет перезагрузка боя или грузите последнее сохранение. С боя можно сбежать. Если погибнет часть героев и вы выиграете бой, то в следующем бою все будут целы и здоровы. Режима одного сохранения на игру нет. На этом у меня все, всем добра и до новых встреч.